Здравствуйте! Сегодня хочу поделиться с вами, дорогие зрители, об использовании бесплатной программы, которую полезно иметь на рабочем столе компьютера. И потом каждый решит, ставить её себе на компьютер или нет. Открываем браузер. В данном случае я открываю Google Chrome. Называется System Explorer эта программа, или системный обозреватель в переводе. Программа эта бесплатна. На странице этого сайта в правом углу расположен значок перевода. Английский, на русский. Каждый может выбрать свой язык, который ему ближе. У меня он на русском. И нажимаем «Скачать». Идёт загрузка, как видим. Файл быстро скачивается в течение 10-15 секунд. Показать папки. Заходим в папку, где он расположен. И вот это. Файл этот объём маленький. 1,82 МБ. Но пользы от этой программы много. Вы сами увидите. Нажимаем. Запустить. Ну, это сразу всё закрою, чтобы проще было работать. Тут я ставлю «Экспресс». Рекомендованно. И нажимаем дальше «Next». Эта программа сразу заходит на свою домашнюю страницу «System Explorer». Она нам не нужна. Закрываем. Всё. Программа эта открыта. При запуске этой программы стоит английский язык. Чтобы выбрать свой родной язык, заходим сюда. В правой стороне три полосочки. На кнопку «Options» нажимаем. И нажимаем на этот треугольник. Из большого списка языков выбираем свой любимый язык. Русский я выбираю. Ок. Сейчас перезагрузится и будет родной язык. Всё. Всё видим на родном языке. Здесь стоит плюсик. Плюсиком мы добавляем те колонки, которые нам необходимы. Здесь автозагрузка. В этой автозагрузке мы удаляем те галочки, которые нам не нужны. Чтобы эти программы в автоматическом режиме не открывались вместе с программой Windows. Убираем эти галочки. Процессы. И это всё просматриваем. Вот этих всех окошках на основной панели данной программы стоят те процессы или те задачи, которые мы добавили. Здесь есть история, автозагрузка, службы. И что здесь хорошо, видно сразу, какие службы вот остановлены, а какие работают. Из рабочих служб мы можем ещё какие нам не нравятся службы остановить или наоборот, с остановленных добавить. Если случайно какую-то службу мы удалили или остановили. Драйверы. Чтобы не заходить через компьютер, эта программа сама сейчас загрузит все драйвера, которые стоят у нас на компьютере. Какое множество их. И тоже показывает, какие они остановлены, а какие рабочие. Нажимаем на три полосочки этих. Системные утилиты. И видим какой список больших системных утилит, которые открываются через эту программу. Если нам необходима очистка памяти, нажимаем здесь, есть очистка памяти. И очистка памяти завершена. Но это можно поставить ещё в автоматическом режиме. Чтобы производилась очистка памяти в автоматическом режиме, заходим в настройки. Процессы. И здесь выбираем через каждые 15 минут или сколько. Очистка памяти будет сама в автомате производиться. Всё. Сохранить. Очень хорошая программа. Здесь много чего есть полезного и интересного. Каждый желающий может её себе поставить на компьютер. Программа безвредная. Я ей уже пользуюсь более трёх лет. Ссылка на сайт этой программы будет дана ниже. Кто желает получать известие о добавленных мною новых полезных и интересных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.